Не стоит недооценивать Ксерата. Ксерат по своей природе рейнджкастер, наносящий магический урон. Он очень зависит от кулдаунов и наличия маны. Пассивное умение Ксерата называется Ascendant Form. Пассивка конвертирует 15% АП в броню. Несмотря на такой неплохой бонус, игроки, наносящие физический урон, могут не обращать внимание на эту особенность, в случае, если Ксерат – прерикетная цель. Второе умение Ксерата – дальнобойный Arcano Pulse. Умение выглядит как разряд молнии, летящий по прямой от применившего. Это умение наносит урон всем целям, попавшим под траекторию молнии. Хотя каст происходит очень быстро, враги все же увидят индикатор, который предупредит их о траектории разряда. Кроме особенностей доставать отдаленных врагов, Arcano Pulse также известен как инструмент для подавления и преследования оппонентов. Дистанции, на которую бьет умение, достаточно, чтобы покрыть расстояние от стены до одного из боковых лейнов. Если на лейне вам противостоит Ксерат, то не забудьте купить ботинки и постоянно двигаться. Такой подход сильно уменьшит шансы попасть под разряд молнии. Arcano Pulse – очень эффективный инструмент для фарма-мобов, особенно когда мобы убиваются с одного каста. Locus of Power Ксерата иммобилизирует героя на короткое время, вплоть до 8 секунд, взамен увеличивая рейндж всех остальных своих умений. Несмотря на неподвижность во время действия Locus of Power, Ксерата все же можно сдвинуть, оттолкнув его соответствующими умениями. По завершении действия Locus of Power Ксерат получает 2-секундный бонус к скорости перемещения. Также, будучи неподвижным, чемпион получает бонус к Spell Penetration, позволяя умениям наносить больший урон. Хотя Locus of Power достаточно простое в использовании умения, оно позволяет действовать Ксерату как дальнобойная артиллерия. Чтобы использовать Locus of Power по полной, Ксерат должен находиться вне поля зрения врага. Такая тактика спасет героя от преследования и лишних смертей, а также обеспечит неожиданный бурст по противнику. Чтобы проделать такое, необходимо находиться в кустах, откуда он сможет простреливать территорию вражеской башни. Как вариант, Ксерат может использовать точки обстрела в джунглях, в кустах на лейне или же просто оставаясь позади своих союзников в групповых боях. Видение всей карты может оказаться важным фактором победы, как для Ксерата, так и для его команды. Играя Ксератом, убедитесь, что ваша команда размещает варды. Играя же против Ксерата, также активно используйте варды, не забывая при этом уничтожать вражеские. Нехват команды – постоянный спутник Ксерата. Но его умения Locus of Power не имеет монокоста и может быть использовано в любой момент. Прибывая в неподвижности, Ксерат подвергает себя огромной опасности со стороны скиллшотов, особенно таких, которые проходят сквозь миньонов. Мейдж Чейнз Ксерата – это заклинание средней дальности действия, которое наносит урон и накладывает трехсекундный дебаф на цель. Пока активен этот дебаф, такие умения Ксерата, как Arkano Pulse и Arkane Barrage оглушают цель на 1,5 секунды. Мейдж Чейнз – это таргет спелл, а не скиллшот. К тому же, у него наименьший рейндж среди всех умений чемпиона. Такая особенность умения позволит Ксерату успешно скрыться, если кто-нибудь решит его преследовать. Поэтому, если вы пытаетесь догнать Ксерата, старайтесь не попадать под действия Мейдж Чейнз и Arkano Pulse. Так как Мейдж Чейнз наносит чуть больше урона по одной цели, чем Arkano Pulse, Ксерат может использовать его как нюк, если другие умения на кулдауне. Но при этом он на время теряет возможность оглушить цель, когда это необходимо. Мейдж Чейнз имеет малое время полета, что не позволяет Ксерату моментально оглушить цель. Как только вы увидели на себе Мейдж Чейнз, старайтесь уйти с поля зрения Ксерата. Ульта Ксерата Arkane Barrage. Это дальнобойный скиллшот, который можно использовать до трех раз в течение 12 секунд, после чего начнется перезарядка. Arkane Barrage также временно разгоняет туман войны вокруг зоны поражения. У этого умения относительно низкий кулдаун, в одну минуту на третьем уровне. Если же собрать предметы на кулдаун редакшн, то это время можно уменьшить до 36 секунд. Хотя и трудно будет использовать ульту дважды за бой, такой низкий кулдаун позволит Ксерату фармить мобов между групповыми боями. Прибывая под действием Locus of Power, ульта и Arkane of Pulse имеют одинаковый рейндж. Поэтому, зная дальность действия Arkane of Pulse, вы сможете легко уйти от Arkane Barrage. Ульта Ксерата крайне эффективна в групповых боях. Применив Arkane Barrage, чемпион может нанести значительный урон группе игроков или же выловить убегающих одиночек. Комбинируя Locus of Power с Arkane of Pulse и Arkane Barrage, Ксерат может с легкостью наносить урон вражеским рейндж-героям, находящимися за спинами более живучих коллег, при этом сам он будет находиться в безопасности. Отслеживайте использование Arkane of Pulse и не недооценивайте его бурстовый потенциал. Внимательно следите за Mage Chains, так как после него обычно кастуются Arkane of Pulse. Всегда легче попасть с помощью ульты, чем зарядом молнии. А оглушив цель с помощью Arkane Barrage, становится намного легче эффективно применять Arkane of Pulse. Наконец не забывайте, что у вас есть 12 секунд на применение всех трех зарядов ульты. Этого времени достаточно, чтобы добить слабую цель оставшимися зарядами. Ксерата очень легко забурстить, особенно в миллерадиусе. Он крайне уязвим для скиллшотов, пребывая под действием Locus of Power. У него также небольшой бурстовый потенциал. Использовав все заряды ульты, ему придется ждать несколько секунд до восстановления других умений, а при частом использовании Mage Chains еще дольше. Другими словами, если он не убил цель ультой, у него не остается ничего, чем бы он мог ее добить. Пользуйтесь этой слабостью. Важно также отслеживать ману Ксерата. При малом количестве маны ему сложно будет использовать комбо. Помните об этом. Переведено и озвучено командой XDelate специально для lolgame.ru Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok